Беларусь 2 Гомельский химический завод отметил 50-летний юбилей. Информационно-пропагандистская группа горосполкома во главе с мэром Петром Кереченко посетила Институт леса Национальной Академии Наук. Гомельская область Беларуси и Нижегородская область России ищут пути активизации двустороннего сотрудничества в экономической и культурной сферах. Конкретные направления рассмотрены в ходе сегодняшней встречи главы представительства Нижегородского региона в нашей стране и руководства областного исполнительного комитета. К слову, в этом году товарооборот между двумя областями составил около 30 миллионов долларов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился почти на 17%. При этом сокращение белорусского экспорта вызвано в первую очередь снижением поставок молочной продукции, а также пластмассы и изделий из них. Все подробности далее в сюжете. По мнению сторон, сейчас есть возможности не только исправить ситуацию, но и увеличить объемы взаимных поставок. В частности, в начале следующего года Гомельскую область посетят представители деловых кругов Нижегородской области, которые рассмотрят варианты реализации белорусских товаров в России. Кроме того, озвучены планы по взаимопоставкам сельскохозяйственной техники и создании совместного предприятия по станкостроению. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность открытия СП на базе заводов станка Гомель и станочных узлов. Еще одно направление для сотрудничества – строительная сфера. Капитального строительства как у нас в Нижнем, так и нашей фирмы, кто участвует здесь, министр строительства Беларуси Черный выезжал к нам. Такая задача поставлена. Вчера мы обсуждали с директором холдинга станкостроительного с Будковым Виктором Федоровичем о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Разговор не ограничился только экономическими вопросами. Гомельский и Нижегородский регионы объединяет и военное прошлое. Сергей Петров во время встречи рассказал о работе, которая проводится по всей территории России по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. После чего председатель облсполкома Владимир Дворник предложил посетить Лоев. В центре городского поселка находится аллея со стелами, на которых имена 365 героев Советского Союза, людей, которые боролись на Лоевском плацдарме. Среди них есть и бывшие жители Нижнего Новгорода. Глава представительства российского региона смог больше узнать о знаменитой битве за Днепр на Лоевском участке, после чего возложил цветы к братскому захоронению. В ходе встречи даже прозвучала идея проведения совместных поисковых мероприятий на Гомельщине, главная цель которых – воспитание молодежи в духе патриотизма и сохранение военной памяти на долгие годы. То воспитание, которое мы дадим нашему подрастающему поколению, то мы, собственно, и получим у себя на старости. Здесь и Великая Отечественная война. Народ, любой народ, который не помнит, который не имеет памяти, он обречен. Я считаю, я этому уделяю максимальное внимание. В Гомеле прошли торжества, приуроченные к 50-летнему юбилею химического завода. Сегодня это предприятие не только полностью обеспечивает потребности отечественных сельскохозяйственных предприятий в фосфорных удобрениях, но и поставляет до 60% произведенного на экспорт. С достижениями и планами завода ознакомились наши корреспонденты. Гомельский химический завод – одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии и крупнейшее в стране, где производят минеральные удобрения с содержанием фосфора. Причем продукции хватает, чтобы не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и поставлять ее на экспорт. В этом году, например, это принесло предприятию более 160 миллионов долларов. Таких валютных поступлений ранее в истории завода не было. В этом году мы поставили порядка 450 тысяч тонн фосфорных удобрений на экспорт. Основные традиционные рынки сбыта для нас являются страны Балтии, Польша, Украина. К примеру, в Украину мы в этом году поставили более 150 тысяч тонн. Для нас он самый премиальный рынок. Доля рынка составляет 38% на сегодняшний день. Сегодня доля Гомельского химического завода на мировом рынке фосфорных удобрений составляет около 10%. При этом на предприятии подчеркивают, удержать этот рынок в условиях жесткой конкуренции совсем непросто. А потому проводимая модернизация не сама цель, а жизненная необходимость. Инвестпроект по реконструкции цеха фосфорной кислоты, который открыли в этом году, реализовывался в течение трех лет. В основу положили передовые разработки ведущего российского института в области производства фосфорной кислоты. А также результаты многолетних исследований, проведенных на заводах Российской Федерации и Литвы. Это не единственное производство, появившееся на заводе в последнее время. Мы реконструировали основные цеха по производству минеральных удобрений. Общий объем инвестиций по данным проектам составил порядка 5 миллионов долларов. Была проведена реконструкция серно-кислотного производства с объемом инвестиций около 3 миллионов долларов. Все проекты направлены на повышение производительности существующего оборудования и снижение энергозависимости предприятия от внешних источников. Высокий технологический уровень нового оборудования позволяет не только увеличить объемы производства фосфорных удобрений практически вдвое, но и повышает экологическую безопасность. Модернизация производства на Гомельском химзаводе вообще ведется одновременно с повышением безопасности тех процессов. Когда в последний раз на предприятии регистрировались серьезные аварии, тут уже и не помнят. Но готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций постоянная. Новую линию сельскохозяйственной техники небольшой мощности начинает выпускать завод «Гумсельмаш». Пока опытные образцы продукции проходят лабораторные исследования. В научно-техническом центре комбайностроения побывала наша съемочная бригада. Срок службы сельскохозяйственной техники примерно 10 лет. И большая часть той, что эксплуатируется на полях Беларуси, свое уже отслужила. К тому же с увеличением количества фермерских хозяйств возникает потребность не только в новых партиях комбайнов, но и в технике, приспособленной для работы на небольших полях. Новые самоходные кормоуборочные комбайны мощностью до 250 лошадиных сил будут удобными, энергоэффективными и, разумеется, более дешевыми. Большим комбайнам мощностью, например, в 600 лошадиных сил на таких полях пользоваться экономически невыгодно. Чаще всего они работают только на 20-30% от своих возможностей. В последнее время больше внимания уделялось энергонасыщенным и высокопроизводительным машинам. В сельском хозяйстве сложилась ситуация, что небольшие по объему работ вынуждены наши сельхозтоваропроизводители. И выполнять именно этими машинами, которые ухудшают экономические показатели, увеличивают себестоимость производимой продукции. Сейчас только в Беларуси насчитывается свыше трех тысяч фермерских и крестьянских хозяйств. Новая техника станет экспортоориентированной. Ведь уже сейчас можно сказать, что аналогов новым комбайнам нет не только в сторонах ближнего, но и дальнего зарубежья. КВК-6025 – это новая разработка наша, которая будет востребована, я думаю, во многих странах. Мы являемся лидерами. Раньше, когда был Советский Союз, ГОМ «Сельмаш» был специально создан, построен для обеспечения всего Советского Союза кормоуборочной техникой. Поэтому мы имеем огромный опыт в разработке этих машин. И поэтому нам, конкурентам, на постсоветском пространстве нет. Кроме того, необходимость создания сельскохозяйственной техники небольшой мощности подтверждают и результаты переговоров с сельхозпроизводителями Пакистана, Таиланда, Индии. Там большинство производителей – именно фермерские хозяйства с небольшими наделами земли. Когда появятся такие машины в Беларуси, в этих странах можно будет создавать совместные предприятия. Информационно-пропагандистская группа Гомельского горосполкома во главе с мэром Петром Кириченко посетила Институт леса Национальной академии наук. В состав вошли руководители администрации Центрального района Андрей Горбачев, представители отделов и служб горосполкома. Подробности визита у наших корреспондентов. В этом помещении находятся самые первые довоенные отчеты Института леса Национальной академии наук и уникальные географические карты Гомельской земли, которые сохранились еще со времен Паскевичей. С экспонатами музея и направлениями деятельности научного учреждения ознакомился мэр Гомеля Петр Кириченко вместе с информационно-пропагандистской группой горосполкома. Кстати, уникальные вещи здесь можно найти практически на каждом этаже здания. Так, в одной из лабораторий коллекция штаммов грибов, которая на сегодня признана национальным достоянием Республики Беларусь. Представляете, в прошлом году, в этом году, в начале года мы купили, приобрели полногеномный секвенатор. Это очень сложная машина, я бы сказал, очень суперсложная машина. Но мы ее освоили и уже к июню мы провели полное геномное секвенирование грибофомы. Это впервые в мире это было сделано. Молодые специалисты учреждения в рамках проекта «100 идей» для Беларуси предложили организовать фитопатологический центр. Идею поддержали, на ее реализацию выделили средства. Деньги потратили на ремонт помещения и приобретение оборудования. И уже сегодня идея себя оправдала. За годы существования института подобных проектов было реализовано немало. Во время встречи с коллективом мэр города познакомился с некоторыми из них и обсудил вопросы взаимодействия. Наши каштаны, вот они очень здорово болеют сейчас. Это не сегодня случилось, но вот уже порядка 10, может быть 15 лет, когда мы имеем такую беду. Поэтому я думаю, что имея такой институт, мы, конечно, вправе рассчитывать, чтобы они нам подсказали и как с теми растениями, которые сегодня мы имеем вести и правильно за ними ухаживать. Ну, может быть, подсказали на перспективу. Все-таки какие? Учитывая, что город растет, количество транспорта растет, экология не улучшается, какие растения, какие деревья, кустарники лучше использовать в городском хозяйстве, чтобы не только украсить город, но одновременно и экологически его очистить. Петр Кириченко дал положительную оценку работе коллектива, с которым встретился сразу же после знакомства с деятельностью института. На встрече он проинформировал о социально-экономическом развитии Гомеля и выслушал, чем сегодня живут сотрудники учреждения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оценить таланты юных дарований, мотивировать их на достижение новых побед, поднять музыкальное мастерство на новый международный уровень – это лишь некоторые цели проведения конкурса. Кроме того, его лауреаты становятся стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. А это, в свою очередь, дает право в будущем без экзаменов поступать в учебное заведение музыкальной направленности. В этом году достойное звание лауреатов по итогам конкурса получили и три представителя Гомельщины, а два гран-при отправились в Минск и Гродненскую область. Я играю на инструменте флейта. Мне это очень нравится. Очень хороший инструмент. Было тяжело. Каждый день занимались. И мы заняли место, и я очень рада. 13-й раз собираются различные участники из многих стран мира на этот конкурс, но всегда они уезжают окрыленные, вдохновленные. И в душе у них вот эта вот музыка надежды живет с ожиданием приехать еще раз. Многие возвращаются, потому что возрастные категории позволяют им вернуться и снова поучаствовать в этом замечательном конкурсе. На этом наша программа завершена. Смотрите «Стайфету новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Александр Гамоля. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!